В эфире обзор событий за 29 апреля. Главные темы дня. Режим самоизоляции продлен до 11 мая. Глава при Ангаре доложил президенту об эпидемической ситуации в регионе. В Ангарске девятый случай заражения. На самоизоляции 240 человек. Огонь памяти зажжется ко дню победы. В Ангарске кипит работа по созданию мемориального комплекса. Стоп-цена. Магазинам и торговым центрам предложили заморозить стоимость на 50 товаров. Продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно поручил президент России. Накануне вечером он провел совещание с руководителями субъектов федерации. Об обстановке в регионе докладывал и глава Иркутской области Игорь Кобзев. Поставленный план по развертыванию дополнительных инфекционных мест в количестве 1195 коек Минздрав выполнил. Этот объем сейчас заполнен на 5%. Для лечения ковид положительных пациентов оснащены 7 учреждений, в том числе и в Ангарске. Сейчас все заболевшие находятся в областной инфекционной больнице. Три человека в тяжелом состоянии. В Рио губернатор сообщил о мерах поддержки, которые оказываются предприятиям и жителям области. Бюджетные ресурсы перераспределяются с акцентом на борьбу с пандемией. По предварительной оценке, выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области составят более 20 миллиардов рублей. Из них более 17 миллиардов рублей потери по налоговым поступлениям от основных отраслей. В связи с этим, конечно, хотелось бы попросить вас компенсировать частично расходы областного бюджета, направленные на поддержку региональной экономики. Во время совещания Игорь Кобзев высказал ряд предложений по контролю за эпидемической обстановкой. Например, использовать на отдаленных территориях передвижные пункты тестирования. Иркутская область и таких лабораторий нужно не менее 20. В свою очередь, глава государства поручил руководителям ведомств разработать поэтапный план выхода из режима самоизоляции. Проект должны предоставить до 5 мая. Борьба с распространением коронавирусной инфекции и ликвидация лесных пожаров. Эти актуальные для жителей Иркутской области темы накануне обсудили в законодательном собрании региона. Заседание депутатского штаба прошло под председательством спикера Александра Ведерникова. На видеосвязи с депутатами находились 56 представителей муниципалитетов. По данным докладчиков, в области уже произошло 169 пожаров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с приходом теплой сухой погоды число возгораний увеличивается. Как правило, большинство из них возникают по вине людей. Нам всем нужно активнее подключаться к профилактической работе среди населения. С учетом того, что многие недостатки деятельности по предотвращению пожаров вызваны недофинансированием, Александр Ведерников предложил усилить работу по привлечению федеральных средств и призвал включиться в решение вопроса коллег-депутатов. Сегодня утром в регионе выявлено еще 9 сибиряков с положительным тестом на коронавирус. Итого в Приангарии более 110 случаев заболевания COVID-19. Но есть и положительная динамика. Болезнь победили уже 37 пациентов. А вот в Ангарске появился новый случай заражения. Мы из этих 9. Один у нас добавится на завтрашний день. Ну, он уже сегодня добавляется. Но вот пока мне только по телефону сообщили. Это проводник поезда московского, который прибыл к нам 23 апреля. И почему-то у нас железная дорога не проверяет своих проводников, как делает авиация. Они всех своих стюардесс и весь состав проверяют. Но вот у нас второй уже проводник. Один в Иркутске, один вот оказался. На следующий день после приезда мужчине стало плохо. Его увезли на скорой в инфекционную больницу. Сейчас на самоизоляции находятся 240 человек. Часть горожан, прибывших в регион из Москвы, поместили в обсерватор. Внесли Ангарск, Иркутский район и Шелихов как транзитные пассажиры. И почему-то сегодня утром это решение начали реализовывать. Непонятно для кого, когда это все было принято. И наших сегодня ангарчан, прибывших московским рейсом, увезли в обсерватор. Не дали нам их посадить в наш автобус, привезти домой. Сейчас этот вопрос на особом контроле в мэрии. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора вместе с окружной администрацией продолжают фиксировать нарушения в магазинах. Для посещения общественных мест, транспорта и так далее, каких-то там торговых предприятий, все должны в этих случаях использовать маски. А уж те, кто непосредственно работает с клиентом, работает с людьми, тут и говорить не о чем. Если кому-то это некомфортно, сиди дома. Такой сценарий тоже предлагается. Подвели на оперативном штабе и итоги прошедшего родительского дня. Городское кладбище «Березовая роща» в Радуницу посетили почти 350 человек. По данным полиции округа, такая посещаемость фиксируется в обычные дни. Готовы полностью решения по фундаментам, по установке. Полностью пришел, осуществлена поставка гранитного камня. Звезда, выбранная на мемориальном совете, утверждена, что она у нас также будет не в латунном, не в нержавеющем исполнении, а именно из гранита. Координатор мемориального штаба Александр Титов докладывает участникам выездного совещания о степени готовности огня памяти. Строительство идет полным ходом. Масштабную работу провели сотрудники Ангарского водоканала. Благодаря использованию уникального оборудования удалось минимизировать сроки и площадь рабочей территории. Это оборудование позволяет просто без траншейно подобраться к любой точке на расстоянии до 150 метров, не делая траншей никаких. То есть задали точку входа, задали точку выхода, задали глубину и направление, и она прошла. Трубы тащим от 50 и до 300 миллиметров толщиной, диаметром. Установку огня памяти планируют завершить к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Подготовительные работы уже завершены. Следующий этап – фундамент постамента. Композицию выполнят в едином стиле с мемориалом воином-победителем-первостроителем Ангарска. В рамках всех ограничений мы, наверное, свой, скажем так, вклад в 75-летие Победы на территории города вот этим мероприятием сделаем. Для города, рожденного Победой, это, наверное, знаковая вещь. И совершенно правильно, что у нас появится такое место с таким символом Победы, как огонь памяти. Строительство мемориального сооружения «Огонь памяти» осуществляется фондом «Новый Ангарск». За счет средств, поступивших от меценатов, основную долю расхода взял на себя Евгений Сарсенбаев. В котором, на самом деле, не только я один принимал участие, но и, как я уже сказал, Ангарский водоканал. Откликнулся Александр Лаврентьевич, то есть сделал большой комплекс работ дорогостоящих. Это и другие подрядчики, которые пошли на снижение своих сметных стоимостей. И мы сумели договорились с ними, чтобы они в срок и по графику успевали все к этой памятной дате. Так как наш город рожденной Победы и очень символично к 75-летию иметь этот огонь памяти. Тестовые испытания мемориального огня назначены на 7 мая, а в день Победы огонь памяти будет гореть с 8 утра до 22 часов вечера. Город преображается к майским праздникам. И самому главному из них – Дню Победы. В честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Ангарские улицы украсили баннерами с портретами ветеранов. Два из них установили сегодня. На одном изображен фронтовик Леонид Оглоблин. Во время войны он служил в химбатальоне и дошел до самого Берлина. Сейчас ему 95 лет. Другой билборд посвящен жительнице блокадного Ленинграда Анне Амосовой. Во время войны ветеран работала на железнодорожной станции и делала окопы. Сейчас оба ветерана проживают в Ангарске. Жителям округа нужен новый дворец бракосочетания. С этим согласилась и глава областной службы ЗАГС. Накануне Инга Трофимова побывала в Ангарске. Вместе с мэром она посетила местное отдело, а также ознакомилась с проектом будущего дворца. Сергей Анатольевич выступил с инициативой о том, чтобы поддержать молодоженов города Ангарска и вообще жителей города Ангарска и построить новое красивое здание дворца бракосочетаний в городе Ангарске. Он предложил площадку для строительства, предложил проект, так скажем, как видит администрация реализацию этого проекта. И вот мы по этому вопросу сегодня встретились и, конечно, очень плодотворно проработали. У проекта уже есть готовый план. С предложением муниципалитет уже выходил на область в 2019 году, но не нашел поддержки у прошлого губернатора. В Ускуте заместителя главы районной администрации подозревают в попытке поджога леса. Видеозапись с задержанием чиновника накануне попала в сеть. Вместе с ним на месте находились еще несколько должностных лиц – его коллег. По предварительной информации, пожар на территории лесополосы планировали снять на квадрокоптер. Как выяснилось позже, обнаружил поджигатели. Никто иной, как мэр города Ускут – Александр Душин. Именно он вместе с подчиненными и производил видеосъемку. В настоящий момент в подробностях дело разбирается следственный комитет. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей покушения на превышение должностных полномочий. В настоящее время на место происшествия выехали следователи следственного комитета, а также сотрудники прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Отметим, что в сентябре этого года на территорию Ускутского района пройдут выборы мэра. В настоящее время данный пост занимает Тамара Климина, как и ее заместитель – член партии ЛДПР. Александр Душин был избран на пост главы города при поддержке «Единой России». В Иркутской области стартовал социальный проект «Цена зафиксирована». Планируется, что стоимость определенной группы товаров до 1 августа 2020 года останется на прежнем уровне. К проекту уже подключились более 300 торговых объектов. Среди них крупные сети супермаркетов, а также местные товаропроизводители. Фиксированные обещают оставить цену на самые популярные виды продуктов – хлеб, куры, колбасу, яйца и молочные продукты. В списке почти 50 позиций. По словам руководителя службы потребительского рынка «Приангарья», товаропроизводители самостоятельно определили перечень товаров и цену, исходя из своих возможностей. Товары, участвующие в данном проекте, будут выделены ценниками различного, возможно, цвета, но на них будет единый слоган – «Цена зафиксирована». Это говорит о том, что цена на данные товары будет зафиксирована до 1 августа. Мы призываем муниципалитеты подключать торговые объекты, которые находятся на их территориях, к участию в данном проекте. К участию в социальном проекте подключились 14 муниципальных образований, в том числе и Ангарск. А тем временем персонал магазинов и парикмахерских окончательно расслабился. Несмотря на усиление карантинных мер и продолжающийся рост заболеваемости, сотрудники вовсю пренебрегают безопасностью как личной, так и своих клиентов. Накануне в Ангарске проверили более 30 компаний, составлено два административных протокола. «Во что творится здесь? Где у вас расстояние? Почему у вас клиенты рядом друг с другом сидят?» В случае повторного нарушения работа предприятия может быть приостановлена на 90 суток в рамках борьбы с распространением коронавируса. Власти округа готовы пойти на жесткие меры. Послабление в режиме самоизоляции получили школьники и, соответственно, их родители. Дистанционное обучение продолжат только по основным предметам. Теперь в расписании детей существенно уменьшился список дисциплин. Решения принимали в каждом учебном заведении. К примеру, в сороковой школе младшие классы продолжат изучать всего четыре предмета. Среди них русский язык, математика, окружающий мир и чтение. В старших классах руководство также оставило минимум занятий. Что касается остальных предметов, то они будут оцениваться по уже имеющимся результатам. В таком формате школы продолжат учиться до окончания учебного года. Он запланирован на конец мая. Это были главные темы среды. Берегите себя и соблюдайте режим самоизоляции.